Дамы и господа, доброе утро. Рад приветствовать вас здесь от ранг Хиггс. Второй день форума. Меня зовут Фёдор Лукьянов. Мне доверили выступать в роли председателя ведущего первой утренней сессии сегодня. Она отличается довольно серьезно от того, что обсуждалось на форуме вчера, поскольку вчерашние обсуждения касались в основном экономики России, ситуации в России, заслушали большое количество информации, причем не очень оптимистической информации и оценки. А сейчас уже международный контекст. Нечто, что может быть еще более важно сейчас, или, по крайней мере, так же важно, как ситуация внутри страны. Невозможно разделить то, что происходит внутри России или любой другой страны сейчас, от и то, как формируется международная среда различными тенденциями, кризисами, процессами. И, надеюсь, мы сможем проложить мостик обсуждений вчерашние к сегодняшним обсуждениям, более международным обсуждениям. Рабочий язык английский. У нас есть синхронный перевод, поэтому, если вам необходим перевод, воспользуйтесь специальным оборудованием. Ждем еще одного участника. Вот он уже подошел. Итак, тема сформулирована следующим образом в программе. Великие державы и великие вызовы. Великая держава – это понятие, которое связано с другим временным периодом, поскольку наиболее часто эта фраза использовалась во времена 19 века. Недавно, в прошлом году, некоторые люди как раз отмечали 200-летие Венского конгресса, когда было сформулировано вот это понятие в современном понимании – великая держава. И это была попытка, частично успешная подрядка, сформировать функционирующую международную систему, сбалансировать интересы крупных держав Европы 19 века. Безусловно, вряд ли можно ожидать, что опыт Венского конгресса, период наполеоновских войн, применим к сегодняшней ситуации. Но когда мы обсуждаем уже сегодняшнюю ситуацию, международную ситуацию 21 века, там много параллелей с 19 веком. И не только 19 век, даже 17 век, некоторые люди говорят, что сегодняшняя ситуация международная похожа на времена 30-летней войны 17 века. Хаос, конкуренция между всеми игроками. И не все из этих игроков – это государства. Там активно участвовали негосударственные организации, которые зачастую играли еще более важную роль, чем государства. Надеюсь, что мы здесь обсудим отношения между теми странами, которым можно присвоить статус великой державы. Ну а также, участников дискуссии, я попрошу вас обратить внимание на более концептуальный вопрос. Что означает быть великой державой в 21 веке? С одной стороны, мы видим, что такие страны есть, но гораздо сложнее сформулировать определение великой державы. Раньше критерии использовались в основном касающиеся военные мощи. Сейчас этого недостаточно, безусловно, так. Поэтому, надеюсь, что у нас будет плодотворное обсуждение. У нас замечательный состав участников дискуссии. Люди, обладающие большим опытом. И заслуженные различные деятели, известные люди присутствуют у нас. Ну и давайте уже начнем наше обсуждение. Сначала хочу дать слово Андрею Картунову, генеральному директору Российского совета по международным делам. Это ведущая российская неправительственная организация в области международных отношений. 10 минут, пожалуйста. Спасибо, Федор. Для меня большая честь выступать первым в этой дискуссии. Я благодарен организаторам данного мероприятия для того, что меня пригласили участвовать. Гайдаровский форум стал очень важным, очень видимым местом для обсуждения проблем не только России, но и проблем современного мира. Согласно рекомендациям председателя, я поделюсь своими взглядами на то, что происходит сейчас на международной арене. Причем не только 21 век, начало 21 века, но и ближайшее будущее. Мы знаем, что перед нами стоят сложные задачи, и баланс сил в ближайшее время может серьезно измениться по сравнению с тем, что было 10 лет назад, скажем, через 20 лет. Поскольку мы присутствуем вот здесь, это Гайдаровский форум, и приоритеты форума, это экономические, то позвольте мне сравнить международную политику и инвестиционную стратегию. Если сравнить страну, вот у страны есть определенные активы. Это может быть территория, может быть население, уровень образования, развитие науки. Может быть, качество руководства, качество дипломатии, и эти активы могут быть инвестированы. То, как ты инвестируешь в свои активы, определяет эффективность твоей политики, определяет место, которое ты занимаешь в мировом миропорядке, и определяет твое будущее. Если ты крупный инвестор, здесь мы говорим о больших странах, как бы вы хотели распределить свои инвестиции? Как правило, они хотят диверсифицировать портфель инвестиций, для того, чтобы снизить риски, чтобы в любой ситуации, в любом развитии событий, они смогли бы использовать в полной степени те средства, которые инвестировали. Далее, инвесторы, их волнует ликвидность своих инвестиций, не хотят замораживать свои активы в некие вещи, которые нельзя реализовать. И дальше, если ты крупный инвестор, также вполне возможно, что тебя беспокоят социальные последствия твоих инвестиций. Тут только вопрос не только получения прибыли, но и социальная ответственность крупной компании или инвестиционного фонда. Итак, если это все применит к сфере международной политики, то картина становится довольно интересной. С одной стороны, безусловно, страны, большие страны пытаются использовать как можно больше инструментов международной политики, которые у них есть. Если посмотреть на Россию с этой точки зрения, надо признать, что уровень диверсификации наших активов в международной политике ограничен. У нас есть, безусловно, военная мощь, в том числе ядерный арсенал, это важный фактор влияния России на внешний мир. Природные ресурсы, товары, и это можно использовать как инструмент иностранной политики. Хотя иногда стоимость этих ресурсов преувеличивается, как это было не надо. Ну и дальше, позиции в иерархии международных организаций, членство в Совете безопасности ООН. Соответственно, и вот эти возможности Россия может использовать. Но помимо этого, к сожалению, у нас нет каких-то других инструментов. Поэтому мы не можем говорить, что у нас есть диверсифицированный портфель активов и инструментов. Вот мягкая власть, власть России потенциально значительна, но сейчас она не используется надлежащим образом по ряду причин. Российское воздействие на международную финансовую систему практически не существует. И дальше, если взять ресурсы, Россия не заключает сделки, она принимает сделки, она не оказывает влияния на цены на нефть, в отличие от многих других стран. Поэтому здесь есть проблема диверсификации портфеля России. Но, так или иначе, этот портфель существует, и Россия остается великой державой. Дальше. Ликвидность. Это проблема для многих великих держав. США может инвестировать миллиарды долларов в военные операции. Реконструкция Ирака, Афганистана после военных операций. Но результаты, получаемые США, значительно отличаются от того, что они хотели добиться. Можете инвестировать, но может быть проблема в реализации. И в России есть подобные проблемы в некоторых областях. Но при этом, по некоторым вопросам, мы готовы быть гибкими. Скажем, Сирия. Инвестиции не очень высоки, но очень хорошие результаты пока. Ну и дальше. Социальные воздействия. Вопрос такой. Глобальная коммерция. Если вы великая держава, это значит, это означает, что ты не должен ограничиваться узкими национальными интересами. Надо делать что-то дополнительное. Может быть, вопросы глобальной безопасности, нераспространения, борьба с терроризмом. Может быть, играть роль в разработке международного законодательства, активно участвовать в реформировании систем международных организаций. То есть делать что-то в дополнение к тому, что составляет твои непосредственные интересы. Иногда это делается даже в ущерб непосредственным интересам. Если реформировать ООН, скажем, то все постоянные члены Совета безопасности скорее потеряют что-то, поскольку эту власть, эту эксклюзивную позицию, ей надо будет делиться с новыми странами. И думаю, что Россия здесь может играть роль, важную роль в решении глобальных проблем. Хотя сейчас уже в меньшей степени, чем, скажем, 10 лет назад. Есть опасности для России и для других стран, которые претендуют на роль великих держав, что они попадут в ситуацию, когда начнут защищать свои непосредственные национальные интересы в ущерб решению глобальных задач. Ну и говоря о стратегии инвестиций, стратегии инвестиций зависят в большой степени от внешней среды. Одно дело инвестировать в стабильный рынок, когда можно принимать долгосрочные решения, когда не ожидаешь резких колебаний, и совсем по-другому делаются инвестиции во времена кризиса. Вот некие из активов, которые могут быть очень важными здесь, они играют очень важную роль в стабильной ситуации и гораздо меньшую роль в ситуации кризиса. И для России здесь шанс и возможность, что во время кризиса структура нашего инвестиционного портфеля делает Россию больше, чем если бы ситуация была иная. То есть посмотрим, в 2016 год, вот этот год, ну вероятность того, что российский статус на международном уровне повысится, чем понижится. Глобальная экономика, финансовые ситуации, энергетический рынок и так далее. То есть Россия, ну как и другие страны, должна будет скорректировать, конечно, свой инвестиционный портфель, соответственно, текущей ситуации, экономической, финансовой, политической кризис безопасности. Это нечто, что определит взаимоотношения между Россией и США, Россией и Китаем. Ну, поскольку меня просили сначала поговорить, в основном поговорить о отношениях между Россией и США, понимаешь, что и время заканчивается. И есть люди, я знаю здесь, которые гораздо лучше знакомы с этой темой, поэтому мне неудобно начать обсуждение этой темы, скажем, в присутствии Сергея. Ну, позвольте выразить надежду, субъективную надежду, может быть, и непрофессиональную. Надежда в том, что мы уже упали на самое дно в отношениях между Россией и США. Есть признание с обеих сторон, что надо восстанавливать сотрудничество. Это нечто, надеюсь, то, что будет определять схему развития взаимоотношений в этом году. Чудес мы не ждем. Мы понимаем, США вступили в цикл выборов. Барак Обама уже сейчас инвестирует в отношения с Москвой, пока не может. У него недостаточно политического капитала для этого. Ему надо решать другие задачи, вопросы Азии и другие вопросы. Поэтому маловероятно, что будут какие-то прорывы в наших отношениях. Но, так или иначе, восстановление каких-то контактов. Можно ожидать, может быть, более активных обсуждений по региональным вопросам. И видим уже некие признаки того, что позиция по Сирии становится все ближе и ближе. Думаю, что можно выразить некий сдержанный оптимизм в отношении иранского кризиса. И надеюсь, что, хотя отношения в полной степени и не восстановятся, ни сейчас, ни через год, но так или иначе, надеюсь, что отношения между Россией и США смогут начать восстановление. И последний момент. Китай. Я считаю, что мы приближаемся к моменту истины в отношении с Китаем. Ожидание, что отношения между Россией и Китаем будут автоматически развиваться, нет, это не так. Мы видим статистику прошлого года, и это не только цифр, вопрос качества наших взаимоотношений, без каких-то специальных усилий, без попыток выйти на традиционных взаимоотношениях. Вряд ли нам удастся добиться многого. У обеих стран есть некие проблемы, у России больше проблем, конечно, чем у Китая. Ну и у Китая, там новая ситуация в этом году, меняется ситуация, поэтому я считаю, что этот год будет решающим с точки зрения определения новых источников, которые можно использовать для развития наших отношений. И здесь хотел бы подчеркнуть вопрос качества, а не количество. Надо перейти в новое качество, не только торговлю энергоносителями, надо выйти за рамки этой примитивной структуры нашего взаимоотношения, надо решать и широкие гуманитарные задачи в этом области. То есть задачи ставить надо высокие. И эти задачи, эти вызовы, ну, так же важны, как наши вызовы в отношениях с США. Ну вот, собственно говоря, мой вступительный комментарий, то, что я хотел сказать. Извините, может быть, я слишком тривиально, так сказать, вещи говорил, но, может быть, это, так сказать, даст нам возможность дальше более глубокую дискуссию строить. Спасибо большое, Андрей. Ну, это не было тривиально, я должен сказать. Я думаю, что очень интересные методологии вы обрисовали для анализа международной ситуации и для рынков, для инвесторов. Все эти страны достаточно многообещающие, и очень интересные обсуждения ведутся в этом плане. Может быть, ну, есть известное правило для инвесторов. Покупай, когда все продают. В этом отношении, может быть, для России очень хорошее время сейчас войти на Ближний Восток. Все сейчас пытаются избавиться от активов там. Посмотрим, так сказать, хорошие это будут инвестиции или нет. Но что касается социальной ответственности, может быть, это как бы часть мотивации для больших компаний и, безусловно, для международной политики. Иногда я чувствую, что, может быть, даже не быть таким социально ответственным и в попытках принести мир, стабильность, как некоторые страны пытались сделать в предыдущие годы. Андрей Картунов закончил свое короткое выступление с оценкой российско-китайских отношений. Конечно, когда мы говорим о великих державах сегодня, мы неизбежно приходим к вопросу о Китае. Это общая мировая глобальная дискуссия о Китае, как сувердержаве, может ли она являться вызовом для Соединенных Штатов или нет. Китайский подход заключается в том, что они отрицают такой дискурс, что Китай является таковой. Но поэтому я хочу поприветствовать профессора Сун Чжей из университета Синьхо. Пожалуйста, слово предоставляется вам. Спасибо большое, господин председатель. Я очень рад быть здесь. Я должен сказать, что я изучал американскую политику, знакомый с российской культурой. Но что касается трех сверхдержав, США, Китая и России, вот эти три страны, конечно, взаимосвязаны в смысле международной политики, оказывают влияние на международную политику. И я считаю, мы должны изучать вопрос, а может ли Соединенные Штаты изменить свой взгляд на Китай и на взаимоотношения между Китаем и Россией. Но все же я хочу сказать, что американцы говорят, что может быть и США когда-нибудь, которая сейчас первая страна, когда-нибудь станет второй. Но достаточно большой процент населения такое думает. Но я пока сейчас не вижу никакой немедленной перезагрузки в плане отношений между Россией и США. Да, общий кризис сейчас, который мы наблюдаем в мире, конечно, изменяет ситуацию. И с этой точки зрения мы сейчас наблюдаем как увеличение, так и снижение связи между различными странами. Но что касается этих трех стран, то я хочу сказать, что здесь три важных момента. Здесь есть как положительные, так и отрицательные моменты. И сегодня я хотел бы сосредоточиться конкретно на отношениях между США и Китаем. Я три конкретных вопроса хотел бы задать. Первый вопрос – это вот какова текущая ситуация в наших двусторонних отношениях? Какие новые идеи, новые мысли здесь, предлагаемые китайским правительством? и каким образом можно изменить что-то в наших двусторонних отношениях? Как эти две страны, наши две страны, пытаются управлять, контролировать вот эти разницы между двумя странами и как это взаимоотносится с другими странами, с Россией? И третий момент, который я хотел бы обсудить, это касается того, мы пытаемся сейчас подытожить, какие уроки мы можем извлечь из этого взаимоотношения. Вот начну с первого момента. Наши взгляды на отношения между США и Китаем. Но хотел бы коротко очень на этом остановиться. Я использую четыре измерения для измерения двусторонних отношений, прежде всего, у нас каждый год 100 миллионов китайцев выезжают за границу, и около 4 миллионов из них путешествует между США и Китаем, достаточно большое количество людей, таким образом, мы видим, что китайцы покупают достаточно дорогие квартиры в Калифорнии, и сейчас мы видим увеличивающееся количество инвестиций, объём инвестиций в США, фармацевтические компании, покупают различные заводы, поэтому мы, может быть, ещё больше увидим таких инвестиций, расширяются контакты между Китаем и США, программы обмена существуют, есть и другие в других областях в социальной жизни. Второй момент, который хотел бы отметить, это широкое сотрудничество между двумя странами. Например, Китай и Соединённые Штаты подписали достаточно много соглашений о изменении глобального климата. В последние два десятилетия Китай и США не только работают совместно в экономической сфере, есть текущие программы, двусторонние программы, различные соглашения подписываются, и надеюсь, что мы подпишем ещё соглашения в этом году. Это очень много значит для Китая. То есть я сравниваю отношения с США и в этом отношении отношения с ВТО. Не только в экономической сфере, но и в других сферах, так сказать, очень много мы сотрудничаем. Например, переговоры по Сирии, по другим странам. Китай предлагает более тесное сотрудничество и координацию. Концепция СИД-2 достаточно высокий уровень конкуренции, конечно, между двумя странами. Например, компания Huawei, вы знаете, китайская, она достаточно очень высококонкурентная компания. Мы видим очень много конкуренции в разных сферах между двумя странами, в Латинской Америке, в военной сфере. И последний момент, который я хотел сказать, это ограниченная конфронтация. Ну, вы знаете, были конфликты там на некоторых островах, там рядом с Тайванем и так далее. Ну, в других странах азиатского региона, там есть ограниченные конфронтационные, так сказать, были стычки. Плюс, естественно, всё это происходит одновременно, и мы сосредотачиваемся на каком-то одном измерении, пытаемся расширять контакты, но в то же время где-то происходит какие-то столкновения. Если почитать российские СМИ, например, американские СМИ, вы увидите, что очень достаточно активно американская разведывательная деятельность ведётся в Китае. Но, тем не менее, надо сказать, что военные ведомства даже подписали меморандумы касательно визита, например, китайских военных кораблей в американские порты. И в то же время у нас есть и кризис в некоторых областях в области безопасности, например. Иногда мы спорим. Есть вопросы, касающиеся Сноудена, например, вопросы свободы. Камерика очень критикует Китай и так далее. Но мы, тем не менее, у нас на достаточно высоком уровне есть соглашения, очень важные. В прошлом месяце, например, было подписано соглашение о кибербезопасности в IT-области. И таким образом, я думаю, что вот и уроки, которые мы извлекли из этого, скажем, уроки, извлечённые из кубинского кризиса, в России мы учимся, мы стараемся избежать эскалации кризиса. Поэтому вот такая вот текущая ситуация, что касается наших отношений. Второй момент, который я хотел бы отметить, это как вот наши две страны пытаются последние пять лет пытаются повернуть, так сказать, карты, так сказать, светлой стороной, то есть, чтобы выйти на какие-то позитивные тенденции в различных сферах. Скажем, в Южно-Китайском море, проблемы, которые возникали. То есть, есть целый список больших проблем, но я назову только две. Я думаю, что Америка также пытается поддерживать двусторонние отношения. И, например, скажем, даже несмотря на то, что американцы критиковали права человека, мы, тем не менее, обращаем внимание на эту критику, мы приняли некоторые законы в этой области, мы пытались ограничить действия иностранных неправительственных организаций. Конечно, это было всё у нас, и американцы иногда жалуются на это. Но мы пытаемся ограничить, конечно, вмешательство в наши внутренние дела, но мы извлекаем какие-то уроки. Я должен сказать, что очень много… Вот мягкое сдерживание есть такая концепция. Я не хочу называть это китайской моделью, но это китайская альтернатива влияния на развитие отношений, вообще на международную политику во всём мире. Ещё некоторые соображения касаются стратегических вопросов. Вот район Южно-Китайского моря, кроме того, и отношения Китая с Россией. Я думаю, что Ваш президент, он говорил об этом достаточно много, и контакты между президентом Вашей страны нашим руководством делают, так сказать, заставляют нервничать иногда американцев. Да, это нельзя отрицать. Но, кроме того, региональная безопасность, отношения с Японией, очень много мы слышали жалоб тоже, и здесь озабоченность есть в этом плане. Третья группа, так сказать, ну, даже нельзя назвать это жалобами или критикой, но здесь можно сказать, касательно целей, преследуемых китайским руководством нашей внешней политики. Даже если не говорить о стратегии, очень много американцев понимают, что многие китайцы за деамериканизацию и стараясь, так сказать, больше сосредотачиваться на наших внутренних делах и работать более тесно с развивающими странами, есть такое тоже явление, но это вызвало, может быть, некоторое непонимание, какое-то смущение даже у некоторых стран, озабоченность, включая Россию. Но, тем не менее, мы работаем в этом плане и предпринимаем инициативу для того, чтобы улучшить ситуацию. Есть еще проблемы, касающиеся стратегического и экономического диалога. Американские компании, мы здесь говорили вот об инвестиционных стратегиях, американские компании жалуются довольно часто, что они не пользуются равным статусом, статусом равным китайскими компаниями. Здесь очень много вопросов, связанных с IPO, выходом на рынки, что Китай недостаточно открывает свои рынки, например, американские фильмы, что они не могут завоевать китанский рынок. Мы импортировали 20, только 20 американских фильмов. Мы спрашиваем, американцы спрашивают, а почему их нельзя больше показывать фильмов? Ну, иногда это относится к вопросам пошлин, вообще к функционированию китайского рынка и к другим проблемам. Ну, вот все вот эти уроки, все эти жалобы, критика, мы извлекаем из этого уроки. И всё-таки для двух стран существуют хорошие шансы работать совместно, сосредотачиваясь на внутренних и внешних правительствах. Мы готовы открыть окно и работать совместно над этими проблемами. Если, конечно, две страны могли бы сократить военные расходы, мы тратим миллиарды, триллионы долларов на всё это. Если бы мы могли эти деньги направить на образование, на здравоохранение, было бы намного лучше для всех стран. Я думаю, что вот такие уроки мы извлекли из наших отношений, и мы должны сосредоточиться на внутренней политике, на нашем внутреннем развитии, чтобы не просто стать очень сильной державой, но чтобы действительно стать действительно развитой страной. Ну и ещё один момент. Здесь достаточно высокий уровень вовлечённости руководства двух стран в двусторонние отношения. И я хочу сказать, что президент Обама очень много занимается двусторонними отношениями, естественно, у него есть люди в Конгрессе, в Вашингтоне, люди, которые занимаются этими вопросами, которые специально занимаются двусторонними отношениями. Ещё один урок, который мы изгледили, что ни один вопрос, ни одна проблема не должна мешать развитию наших отношений. Скажем, продажа оружия американского Тайваню – это проблема, но в то же время, конечно, Китай продемонстрировал свой протест, но американцы не остановили эту программу поставки оружия, тем не менее. Ну, хотелось бы в заключение сказать, что, я думаю, для того, чтобы улучшить отношения, улучшение двусторонних отношений в будущем, нам нужно такое видение, широкое видение двух стран, видение руководства. Например, в 1978 году, когда Дэн Сиаопена спросили, почему вы хотите установить дипломатические отношения с Соединёнными Штатами. Это был 1978 год, только закончилась культурная революция, и он сказал, что очень просто, те люди, которые идут с Соединёнными Штатами, становятся богаче. Очень простая цель. В 1989 году, вы знаете, было заявлено, что мы должны установить хорошие взаимоотношения. Поэтому Китай пытается идти по этому пути и пытается улучшать отношения с Соединёнными Штатами. Вот за эти три десятилетия очень часто, можно сказать, что Китай испытывал давление со стороны Соединённых Штатов, но, несмотря на это, мы всё равно развиваем с ними отношения. Поэтому это очень важно, открыться западному миру, вообще другим странам. И, может быть, это один из уроков, который я хотел бы с вами поделиться и с нашими российскими коллегами. Спасибо. Спасибо, господин Сун. Конечно, мы должны тоже извлечь наши уроки, российские коллеги и многие другие. Потому что, особенно в этом разбалансированном мире, в сегодняшнем, в котором мы живём, мы должны подумать о правильном подходе, что вначале мы будем открыты, а затем посмотрим. Но вы сказали, что отношения, особенно в сфере, в зоне Южно-Китайского моря, Восточно-Китайского моря, отношения с Соединёнными Штатами можно характеризовать как ограниченная конфронтация. Ну, я думаю, это правильно, но это очень такое хитрое понятие. Исходя из опыта отношений между США и Советским Союзом, вы помните, прежде чем мы достигнем уровня ограниченного или управляемой конфронтации, прежде чем мы достигли этого уровня, было несколько очень неприятных инцидентов, таких как, вы помните, Кубинский кризис. Поэтому я думаю, что, может быть, в ваших отношениях к США вам не понадобится проходить через такой опыт, чтобы выйти на уровень такого ограниченной конфронтации. Ну, а сейчас, я думаю, логично было бы перейти к профессору Тим Ти Колтону, он давний друг Гайдаровского форума. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, глядя на Соединённые Штаты, отношения с Соединёнными Штатами в последнее время. Но одна из самых больших изменений, отличий политики Обамы от внешней политики Буша – это не совсем то, что мы видим воочию, потому что все говорят о вовлечённости и выходе из Ближнего Востока или входе. Но вот так именно это произошло в отношениях между США и Китаем. Потому что, если вы помните, на последних этапах президентства Буша фактически мы видели такой вот симбиоз. Очень близкая экономическая взаимозависимость. Основные фигуры в американской политике, в частности, Хэнк Олсен, который, собственно говоря, отвечал за американскую экономику, он говорил об этом. А в случае с Обамой мы видим много позитивной риторики, но в то же время это означает ещё больше ограниченной конфронтации с Китаем. Может быть, я ошибаюсь? Я не знаю. Может быть, у вас другое мнение? Попытаюсь ответить на ваш вопрос, Фёдор. Начну. Скажу со следующего. О том, что мы очень ценим Гайдаровский форум, особенно в это время, когда шансы ведения разговора, общения между различными странами ограничены. Изоляция, самоизоляция и так далее. Поэтому очень важно, что вы организуете такой форум. Благодарю вас за это. Ну, сначала российско-американские, американско-российские отношения. Нас Фёдор всех попросил, ну, когда мы готовили это мероприятие, рассказать, поговорить о великих державах и взаимоотношениях между великими державами. Ну, об этом уже говорилось, и Андрей, в частности. Ну, что я думаю там, что такое великая держава? Определения нет точно, что такое великая держава. Многие люди, занимающиеся этим, в практической плоскости говорят, ну, когда я вижу великую державу, я знаю, что это великая держава. Ну, и при этом нету какого-то совета, который даёт такой статус. Нету какого-то там Нобелевской премии, Оскар не вручается и так далее. Как-то вот это нечто, что понимается, как данное. Ну, есть, конечно, некие объективные характеристики. Это страны довольно сильные. Ну, как обычно это воспринимается, великих держав немного считается. Не может быть 25 или 30 или 40 великих стран. Это всё меньше 10. Ну, 5-6 люди считают, даже может быть меньше великих держав. Также великая держава, ну, это категория некая идентификационная, некие страны. Вот, учитывая руководство для населения, очень важно, чтобы их воспринимались. Это самоидентификация, как великая держава. И вот эта самоидентификация, ну, это случай, когда не все другие страны согласны с этим. И зачастую это подвергается сомнению. Особенно интересно в политическом отношении. Это то, что связано с изменениями статуса великой державы. Связано с серьёзными политическими изменениями. Вот те страны, которые выходят, получают этот статус или хотят получить этот статус, поднимаются, но их не признают. Это может привести к серьёзной политической турбулентности. И наоборот, страны, которые имели более высокий статус, их теряют этот статус и, конечно, чувствуют себя очень неуверенно в этой ситуации. Ну, вот это, возможно, ситуация с Россией после распада Советского Союза. Вдруг Россию перестали считать великой державой. И трудно представить вообще мировой порядок без России, как великой державой, как это было вот тогда. Ещё что надо помнить. Ничто не длится вечно. И здесь мы не на 100-200 лет вперёд смотрим. Но состав великих держав, надо признать, меняется со временем. Раньше это менялось быстрее. В 18-19 век европейские великие державы могли просто проиграть войну, но не теряли членство в клубе великих держав. Франция, начало 19 века, Россия после проигрыша в Крымской войне, Австрия после объединения Германии. Они проигрывали в серьёзных войнах, но оставались в клубе. Или им удалось вернуться в этот клуб на основе переговоров. Горчаков России в 1856-й удалось восстановить Черноморский флот. И Россия вернулась в этот клуб. Это 19-й век, в 20-м веке. Но не так ситуация развивалась. Великие державы, которые проиграли во Второй мировой войне, как бы уже не вернулись в этот клуб великих держав. Проигрыш в войне 1945-го года ознавался с начала оккупацию, разоружение и так далее, и так далее. Всё, что случилось с Германией и Японией. И как бы они дисквалифицированы. Может быть, не навечно, но до сих пор Германию мы как бы не особо воспринимаем как великая держава. Япония тоже с натяжкой попадает в этот клуб. Ну, Андрей уже говорил о некоторых вещах, о которых сейчас я буду говорить. Ну, так или иначе. Ну, это категория не в чёрном и белом. Это некий континуум с многими измерениями. Вопросы безопасности, мягкая власть, экономика, культура. Страны могут быть великими с одной стороны, в одном измерении, и совсем не великими в других. В России, безусловно, очень большая военная мощь, не так она сильная в экономическом отношении, как Андрей уже говорил. Вот это мои мысли о великих державах. Ну, и Россия по всем стандартам, конечно, попадает в эту категорию. Но если мы сейчас составим список великих державах, каждый из нас, 6-7 самых великих, с точки зрения экономики, этот список тогда включит Японию. А, как правило, в остальных отношениях Япония не попадает в эту категорию. Нету военной мощи, нету полной независимости. И Германия, пятая экономика мира, тоже не попадает все-таки в этот клуб. Поэтому из 5-6 ведущих экономик, или именно 2, по крайней мере, не попадают в общий список. Ну, а попадают, конечно, США, Китай, Россия, Индия. Ну, там могут быть разные суждения. Она движется, безусловно, в этом направлении. Очень много характеристик у Индии уже есть. Ну, конечно, непостоянный член Совета Безопасности и так далее. Ну, и, возможно, Франция. Тоже можно подвергнуть сомнению. Это постоянный член Совета Безопасности. Но, конечно, уже не так она стоит высоко, как раньше. Теперь отношения между Россией и США. Очень кратко. Ну, Синтия Робертс, сама коллега и друг, уверен, добавят к тому, что я скажу. Эти отношения. Андрей. Ну, как вы сказали, они добрались до дна. Ну, выглядит, да, так. Безусловно. Ухудшение отношений. Вот этих отношений, которые обсуждали и год назад, и в 2014 году. Ну, вот сейчас наши отношения могут быть самые худшие. Не скажу с 89-го. Нет, наверное, 83-й год, когда был сбит корейский авиалайнер. Очень мрачная ситуация. Может быть, она и не улучшается. Но ухудшение идет не так быстро сейчас, как раньше. Есть некие формы неполитического взаимодействия. Они продолжаются. Есть эти контакты. Может быть, и уроки там извлекать. Скажем, в области космоса мы продолжаем сотрудничать. Ученые продолжают сотрудничать. Но в США, может быть, это имеет некий политический контекст, и в России тоже. Но так или иначе, есть некие силы, которые продолжают контакты, как бы, может быть, не попадают в наше поле зрения. Но это важно. Что еще по этим отношениям? 16-й, нынешний год, год политического выбора в США. И в какой-то степени в России тоже. Это год выборов в обеих странах. Ну, в России это в Думу. Ну, там как бы нету особых сомнений по поводу результатов этих. Ну, а в 2011 году, собственно, выборы были результаты не так ясны. И были некие сомнения относительно того, как проводился подсчет голосов. И неудивительно, что премьер-министр Медведев, когда он говорит о Единой России, ее стратегии, когда он говорит о том, что выборы должны быть чистыми, прозрачными, ну, это важно. Но для международной политики это как-то не так серьезное значение имеет. Но вдруг, если Россия попадает в серьезный кризис из-за того, что выборы будут проведены спорно, тогда это будет оказывать серьезный, косвенный эффект на Россию. В США год выборов президента каждые четыре года, бам-бам, второй срок у него заканчивается, поэтому его кто-то должен заменить в этой должности. И при этом много что меняется, когда меняется президент. У нас президентская демократика. И личность президента очень важна. И изменения, которые происходят после ухода президента, это зачастую изменения, которые неожиданны. И очевидно, в научной литературе об этом говорится, что американские президентские выборы и там вопросы международных отношений безопасности не так важны. Ну, можно посмотреть на какие-то выборы, которые являются исключениями из этого правила, но так или иначе, если задаться вопросом о том, что ожидать от президентской кампании этого года, поймешь, что одно из преимуществ, я сказал, не надо слушать ходы, следить за ходом президентской кампании два года. Сейчас мы в середине, и до ноября. Ну, безусловно, это конкурентные выборы, и повестка дня какая, что можно ожидать. В основном, это внутренние вопросы. Экономический рост, благосостояние, восстановление экономики, неравенство, что становится все более острым вопросом последние пять, столько лет, расовые отношения, вопросы культурные, аборты и так далее. Очень много вопросов у партии, разные позиции. Обе из этих партий имеют серьезные группы поддержки по всем этим вопросам. Поэтому можем ожидать, что дебаты будут очень жаркими. Но пока не так, как ни странно. Вопросы безопасности, которые, как правило, не так большую роль играют во время президентских выборов, а сейчас они более серьезно обсуждаются. Но до сих пор кампании, ну и только праймериз у нас, да, пока этот этап. Они проводятся с обсуждением вопросов не только внутренней политики, но и международной политики, в большей степени, как обычно. Два вопроса в последний год поднялись, не ожидать. Миграция и международный терроризм, эти вопросы являются сейчас центральным и для США, и для европейских стран, по другим причинам, но так или иначе. Дональд Трамп, республиканец, очень серьезно ставит на эти вопросы. С точки зрения миграции он предлагает построить стену, отделяющую США от Мексики, хотя там не так много миграций из Мексики в США. Ну и он сказал, что заставит мексиканцев заплатить за эту стену. То есть экстремальная позиция. Четыре года, восемь, двенадцать лет назад. СМИ игнорировали бы это просто. Но вот сейчас он в центре внимания по вопросам, скажем, миграции. И международный терроризм. Еще один центральный вопрос. Это не новое явление, конечно. Ну и вот, 11 сентября, другие события. И события в Ближнем Востоке, ИГИЛ, события в Сирии, безусловно, в центре внимания, средства массовой информации. И каждый, конечно, кто борется на выборах, должен иметь свою позицию по этому поводу. Россия. Общественное мнение США сейчас настроено против России, очень серьезно. Ну, это цикличный процесс, плюс-минус, но 13-й, особенно 14-й год, дошли до нижней точки, с точки зрения отношения американцев к России. Сейчас общественность США относится к России как к врагу, как к Северной Корее, Ирану. Пока сейчас все стабильно. Можно ожидать изменений. Может быть, уже начались какие-то изменения. Но общественное мнение, особенно по вопросам международной политики, формируется сознательно. Это элиты, СМИ, которые формируют это общественное мнение. Ну и как только позиция сверху, руководство, СМИ меняется. Можно ожидать, что общественное мнение поменяется. Я не думаю, что общественное мнение определяет какие-то события. Оно формируется. Но так или иначе, общественность относится негативно к России с 2014 года. Но действия в этом отношении очень ограничены. То есть, что делается с американцами по кризису в Украине? Это все решается вне влияния общественного мнения. Это несколько вашингтонских бюрократов, которые принимают решения без участия общественного мнения. Конгресс там был увлечен в этот процесс на определенный момент и так далее. Пентагон просто брежит оружием и так далее в связи с кризисом в Украине. Так или иначе, вибрации плохие, эмоции плохие в отношении России. Но так или иначе, действия принимаются в изоляции от общественного мнения. Ну, поэтому важно, вот в президентской кампании можно ожидать сюрпризов. Нельзя сказать, что в России как бы неважный вопрос во время президентской кампании. Но так или иначе. Но Россия обсуждается, и целый ряд ведущих кандидатов приняли позиции в отношении России, которые можно назвать ревизионистской. Неожиданно. Они говорят об открытости, готовности к сотрудничеству к России. Мы не знаем, конечно, кто выиграет на праймерис и окончательных выборах. Но так или иначе, два из четырёх ведущих кандидатов по одному и в каждой стране выступают за то, чтобы переоценить взаимоотношения между Россией и США. Год назад это было бы невозможно. Где демократов? Это партия Хиллери Клинтон, один из ведущих кандидатов, фаворит. И она, конечно, не хвалит Россию и не благодарит господина Путина, но она была госсекретарём. И она, собственно... Но ещё Бризни Сэндерс, сенатор Вермонт, он целый ряд уже, целый ряд, несколько раз сказал, что вот наступило время, когда мы должны пересмотреть наши отношения с Россией. Он подключился к кампании в ноябре 2015 года на форуме студентов в Вашингтоне. Сэндерс рекомендовал США создать новую организацию типа НАТО для того, чтобы бороться с радикальным исламским терроризмом и его идеологией. И сказал, что эта организация должна включать себя в Россию. Ну, конечно, это предвыборная кампания. Ну, просто, может быть, какая-то декларация, не без серьёзного обдумывания этих выступлений. Но так или иначе, это его отношения. Он как бы в этом отношении поддерживает Россию. А республиканцы, это Трамп и Тед Круз, сенатор из Техаса. Круз очень жёстко часто выступают, формулировки его жёстко. А Трампа и в отношении России он выступает жёстко. А Трамп, ну, вы можете знать о том, что Пронт говорит о России, а Путин, ну, удивительные иногда вещи он говорит. В прошлом году Путин высказался благоприятно о Трампе, и Трамп ответил, что мне нравится тот факт, что господин Путин высказался благоприятно обо мне. И сказал, что Путин – это лидер, в отличие от нашего президента Обама. Ну, да, конечно, там есть элемент саморекламы. И не обязательно, что это будет отражено в реальной политике. Но факт такой, что два из четырёх кандидатов выступают с такими заявлениями. И это даёт нам некую надежду на изменения. По крайней мере, тональность, что изменится. И эти высказывания получили хорошее освещение в американской и в российской прессе. И они отражают действительно некое объективное изменение с американской стороны. Это удивительно. И, насколько я знаю, Круз, Клинт выиграют. Скорее всего, они будут бороться друг против другого. И будут высказываться очень жёстко в отношении России. Но мы увидим, как это работает. Будем следить. Ну, и будем следить о том, что происходит в России. Но на этом закончу. Спасибо, Тим. Очень интересное описание вы предложили. Я думаю, что особенно, что касается наших французских коллег, они оценят этот список супердержав, потому что в очередной раз, когда их не включили. Но что касается президентской кампании, что я выяснил из этого, что мы, нам ещё, может быть, предстоит мечтать о том, чтобы была реальная, так сказать, конкуренция между Трампом и Сэндерсом. А вообще, я думаю, что очень интересная. Очень интересная характеристика развития отношений с Соединёнными Штатами, которое как-то вписывается в общий тренд, который мы можем описать как общее разочарование людей в своём политическом руководстве, эстеблишменте. Конечно, Трамп, может быть, относится к тем явлениям, как и многие популисты в правых партиях в Европе. Россия пока ещё не на этом тренде находится, но это только благодаря лично президенту Путину, можно сказать, который является лидером, и пока ещё его не видят как часть эстеблишмента, у него особый статус, и я думаю, что если бы не он, то оставшаяся часть российской номенклатуры рассматривалась бы российским населением именно так, как американцы и европейцы видят своих лидеров. Но, может быть, это означает, что в ближайшие годы мы увидим новый мир, где могут быть более интересные лидеры, но не такие стабильные, не такие устойчивые. Ну, хотел бы перейти немножко сейчас к другому концепцию. Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, у него уникальный опыт в качестве дипломата, специалиста по внешней политике в предыдущей работе, и сейчас он один из бизнес-лидеров России в международной арене, и, конечно, ему есть что добавить к нашим обсуждениям. Спасибо, Фёдор, за то, что меня так представили. Ну, если немножко рассказать о том, что было до этого, я до этой панели посетил с Анатолием Чубайсом, участвовал в панели, и для меня, поэтому для меня очень, я очень рад видеть Анатолия Чубайса здесь, и мы считаем, что это, он один из самых успешных менеджеров, трансформационных менеджеров, и включая и в моей жизни, когда я работал в Лондоне, в российском посольстве. Я думаю, что очень сложно было в то время передавать знания с точки зрения понимания российского рынка, российских концепций, но сегодня мы видим совершенно другие процессы, когда мы начали, так сказать, эти упражнения, потому что сегодня перед нами стоят другие проблемы, и то, что мы делали как сверхдержавы, сегодня мы пытаемся, имеем дело с другими концепциями экономики. Но, что касается комментариев по поводу того, что я вижу в качестве сверхдержавы, я не хочу повторять то, что уже здесь говорил, может быть, скажу какие-то базовые вещи. Для меня критерии более сложные, конечно, и, конечно, должны включать элементы привлекательности. Великая страна должна выдержать испытания вот такими названиями, и, конечно, у нас есть вызов платформ, социальные средства, различные последствия, и всё это требует различных средств, чтобы работать вместе, работать вместе в этом мире с более широкой аудиторией и с более широким выбором. Вот то, что, комментируя предыдущее выступление, что касается военной сферы, конечно, военная тоже может стать очень привлекательным предметом для обсуждения в плане международной политики, и есть разные интересы, которые можно разделять, которые можно не разделять, но мы не говорим о политике только сегодня, мы говорим о отражении экономических интересов, о том, что происходит на рынках капитала с точки зрения интересов экономика, эффективность использования ресурсов, финансы, что касается затрат и сдержек. И я хотел бы также сказать с точки зрения описания того, великих стран, и того, великая страна или нет, мы сейчас увидим на некоторых слайдах подробное описание, но что касается рынков капитала, мы, ситуация на них заставляет нас шевелиться. И я хочу сказать, здесь, понимаете, некоторые моменты, которые мы им пользовались раньше, все это может остановиться, вы знаете, какой сейчас курс рубля к доллару, и какая ситуация вообще в сфере энергоресурсов и так далее. Но что я хочу сказать в своей презентации, Ну, это, так сказать, я боялся, когда мы вчера обсуждали это с Фёдором, какая моя роль в этой панельной дискуссии, поскольку, ну, здесь, если говорить о моем опыте, я 10 лет работал в дематической службе, потом работал в Барклис Кэпитал в Лондоне, и я верю в то, что можно спокойно, так сказать, отступить на шаг назад, посмотреть на мир, в котором мы жили, я верю, так сказать, в некоторые рыночные принципы, но, к сожалению, там очень мелко написано, но я надеюсь, что вы сможете увидеть. Я хотел бы вот так вот суммировать то, что здесь говорилось, то, что мы говорим, это, конечно, мое личное мнение, на котором я исхожу из своего опыта, но несколько заключений. Как вот мы видим мир? Потому что мы считаем, что сегодня рынок – это как глобальный рынок. Низкие процентные ставки в рыночной экономике, которыми мы оперируем сегодня в глобальной экономике, фактически не смогли дать нам возможность устойчивого развития. Сегодня у нас разные, так сказать, сигналы исходят из разных экономик, и, конечно, это представляет определенные вызовы той бизнес-модели, которую мы строили, поиском той бизнес-модели, которая и новым способом сотрудничества между супердержавами, сверхдержавами и между основными игроками. Но вопрос в том, а кто является основным игроком? Конечно, корпорации, банки, основные страны или инвесторы. Ну, один пример, чтобы добавить к этому, так сказать, мой комментарий. Мы живем в мире, в котором 20 менеджеров различных активов, которые контролируют все богатства. 30 триллионов долларов США, 20 домов, 20 решений, которые принимаются этими участниками. И здесь у нас, кстати, мы не увидим ни российских, ни китайских имён среди этих владельцев этих активов. Слева у нас есть здесь обозначены вызовы, процентные ставки, но они фундаментально, базовые низкие ставки. Когда в Штатах начали поднимать процентные ставки, у нас уже велись обсуждения, что мы должны посмотреть на количество смягчений и прочее, но они всё равно фундаментально низкие. В то же время мы видим, что законы сокращают эту сферу, сужают, может быть, это в России и в Китае в какой-то степени происходит, потому что нет аппетита к созданию дополнительных рисков на развивающихся рынках. Ни один доллар банковских кредитов, который инвестировался в развивающиеся рынки, я не говорю про рынки капиталов, я говорю именно про развивающиеся рынки, не вписывается в эту модель. Ну и фактически, что касается вызовов, мы видим здесь попытки создания новых партнёрств, новых альянсов, создания новых территорий, блоков, трансатлантическая, транстихоокеанская. С кем мы должны дружить и против кого должны дружить? Вот интересный вопрос. С правой стороны этого слайда мы видим, что сегодня это не начало этого процесса, то есть имеется в виду, что происходит интернационализация R&B, 20 офшорных центров. Мы надеялись, что Москва станет таким центром, финансовым центром в мире. Но вопрос, как это сделать, потому что сегодня наше сравнение торговли с Китаем, это только 9% от всех расчётов, это только 20% всех сделок в юане. Что касается позитивной стороны, то мы живём в той стране, что Россия единственная страна в рамках БРИКС, которая полностью конвертируемая валюта. Иногда мы забываем, мы не подчёркиваем это, но мы фактически гораздо более развитые. И Анатолий Борисович поддержит меня в этом плане, поскольку он занимался этими реформами. И что касается финансирования на местных рынках, это новые явления. Если посмотрите на цифры, которые внизу, зелёные, допустим, вы видите, что с 2009 года 3-4 триллиона долларов США, это то, что было вложено в развивающиеся рынки, на рынках капитала. В то же время 16-3 триллиона было привлечено этими экономиками, этими участниками этих стран на местных рынках, на внутренних рынках. То есть в четыре раза больше на внутренних рынках, чем на международных рынках. То есть, по-моему, уже настало время, чтобы привлекать капиталы на международных рынках. Это большой вопрос. Так сказать, откуда идут эти потоки инвестиций, это большой вопрос для регуляторов. Надо открывать рынки и думать о том направлении, в каком двигаться. И вот в связи с санкциями мы стали действовать, конечно, более осторожно. И здесь достигнут определенный процесс. Я не люблю слово «санкции», но это новая реальность, с которой нам приходится жить. Я думаю, что чтобы… Вот я три года назад начал работать в «Газпромбанке», и очень такой был серьезный выбор. И мы, так сказать, с учетом роли России в международном капитале, да, и вот глядя из Москвы, достаточно, так сказать, серьезный игрок России. Да, у нас есть «Газпром», есть «Роснефть», но это что, все? Являемся ли мы стороной, которая способна стать вот таким вот глобальным защитником капиталов? Конечно, да. Например, «Сбербанк» – это глобальный национальный игрок. Если сравнивать там с «Барклис», например, и с «АйПиО», да, «Аэрофлот», например, если взять, да. Конечно, таких много компаний, и глобальные технологии, которыми они пользуются. Но вопрос заключается в том, а доступ к рынкам капиталов мы построили, вот к этим, где 20 этих менеджеров 30 триллионов долларов размещают, а наше ВВП только одна десятая часть, допустим, этого. Это большой вопрос. И мы видим ограничения на рынке капиталов. Это что, новая нормальность? Это тот мир, в котором мы собираемся жить? Я не знаю. Единственный вопрос, что сейчас это факт жизни, да, что санкции могут применяться к свободным потокам капиталов, и всё. Вы можете сказать, что есть российские компании, которые могут привлекать капитал. Да, да, они могут, конечно, но это что, правило общее, да? Но есть разные способы привлекающие капитала, разные платформы на разных рынках, где вы можете контролировать ситуацию. Но, исходя из этого предположения, есть альтернативы, но есть также и надежда, что эти ограничения не будут реализованы. Это более глобальные вопросы, поскольку мы говорим сейчас о великих державах, синим, синий и красный здесь у нас. Да, но это искусственное разделение, конечно, но, возможно, легче, просто чтобы выделить некоторые моменты. Ну, G, это семёрка, да, ну, сейчас у нас, вы знаете, называется большая семёрка, G7, просто потому что это седьмая буква английского алфавита. Но, что касается, ВВП в два раза больше, чем в странах БРИГС, но это население очень интересное. У нас меньше миллиарда в синем мире, да, и более трёх миллиардов в красном, в мире обозначен красным цветом. А сейчас мы говорим об использовании ресурсов, да. Это новая нормальность, это новые ресурсы, да, которые мы должны рассматривать таким образом. У меня двое детей, которые выросли в Лондоне, я знаю, сколько стоит воспитать ребёнка и довести его до университета. Это, ну, где-то 400 тысяч фунтов приблизительно, из моего опыта я могу сказать. Это показывает, насколько сложно и насколько дорого вырастить ребёнка в западном мире. Это вопрос, касающийся денег. Мы говорим, финансовые продукты должны быть хорошие и так далее, но это вопрос доступа к этим ресурсам, да, и качества этих трудовых ресурсов, воспроизводства этих ресурсов, миграция, инвестиции, развитие человеческого капитала, потоки капитала. В конце концов, развитые рынки и развивающиеся рынки, может быть, из тех рынков, на эти рынки или наоборот, в разных странах. Тут хорошие вопросы тоже, новые парадигмы. И, конечно, большой вопрос заключается в том, это не использование резервов, а интересный вопрос – это качество этих финансовых резервов, да. Если посмотрим на левую сторону, большинство этих резервов, они в золоте, а на развивающихся рынках, в основном, они всё-таки в виде людей. И что касается основных критериев для оценки направлений будущего развития – это соотношение между финансовыми активами и ВВП. В западном мире больше, более четырёх. Если взять Россию, то менее двух – это соотношение. В 2013 году, первый год, когда я работал в банке, ну, там было немножко больше двух, и я вот в шутку говорил, что это доступ к рисковому капиталу, потому что два доллара финансовой экономии, соревнующиеся с одним долларом реальной экономики, то есть, где вы теряете, если теряете один доллар, у вас остаётся только один. Вот и риск. Вот и доступ к рисковому капиталу, фактически. И именно поэтому мы должны занимать на международных рынках, потому что у нас недостаточно рискового капитала, недостаточно финансовых инструментов, поэтому санкции такие болезненные, поэтому нам нужен доступ к рынку капитала. Всё это элементы одной и той же игры, фактически. Ну, вот, больше статистического анализа. Здесь розовый цвет, но не совсем розовый там картинка. Это, так сказать, может быть, типичный английский способ, так сказать, не преувеличивать что-то. Зелёный – это зелёный, это более позитивный. Синий – это, или голубой – это более-менее нейтральный эффект, так сказать. Опять же, ну, можно смотреть на эти цифры с разных точек зрения, но здесь основной элемент, надо сказать, это где мы конкурируем и какие средства у нас имеются сейчас с точки зрения наших индикаторов, тех, которые мы имеем дело каждый день. Здесь основной вопрос фактически не в долговом времени, а в основном вопрос, и, опять же, использование ресурсов. На этом слайде, может быть, понадобится целый час, чтобы его обсуждать, но я специально его кружками всё изобразил, поскольку после 40 минут, вот я его слышал, и поскольку в круге больше энергии заключается, как психологи говорят, но в реальности, о чём этот слайд вообще? Здесь просто показана платформа рынков капитала в мире, как она устроена, то есть, я считаю, великая страна должна иметь доступ к этому, должна иметь участие, полное участие, и должна создавать правила участия на этом рынке. Мы идём к этому, есть российская... So, there's a small pot, but it's a good pot. Но фактически то, что мы сделали в России, это то, чем мы мечтали. Мы создали рынок, который является полностью открытой платформой для облигаций или акций. У нас есть мост EuroClear, EuroStream для расчётов. У нас есть свободно конвертируемая валюта. Наши законы, ну, может быть, немногие обращают внимание, но это также написано на русском языке, и в реальности он включает в себя как бы все британские законы, касающиеся больших рынков. И свидетельство этому, это вот в этом году, в начале года, простите, в прошлом году, в прошлом году очень сильно от настроения зависело на рынке. Ситуация и разные фазы, и иногда мы не знали, куда двигается рынок. Но в июне прошлого года было успешное размещение ОФЗ, облигации Минфина, связанные, привязанные к инфляции. Это специально были изданы бумаги по канадскому образцу. 26% было размещено среди американских и британских инвесторов. 1% в Европу, немного в Китай. Но это было, собственно говоря, первое такое частное размещение по китайской схеме. Но один там континентальный Китай, 1% в Гонконг. Но вопрос не в Китае, а в США и Великобритании. Санкции, это российское законодательство, московская биржа, 26% участия. У нас есть территория, у нас есть платформа. Я здесь не говорю, что идут изменения правила игры, но мы сделали очень много как страна, для того, чтобы реализовать ту концепцию, которая позволяет нам действовать в новых условиях, для того, чтобы быть вовлеченными в игры, которые ведутся в мире. Мы видим это на этом слайде, это перед нами. И основной потенциал, который у нас есть, это потенциал между Россией и Китаем. Если будут продолжаться санкции против нас, будет сложно. Но с Китаем мы можем. 400 миллиардов долларов, там, из контракта с Газбром. Если помножить на 2, получается 800 миллиардов потенциально суммы финансирования в какой-то форме. Это финансовые активы в отрасли. А весь наш рынок меньше 350 миллиардов долларов. Рынок облигаций сейчас. Сколько можно новых инструментов будет создать? Представьте, и кто получит от этого преимущества? Российские инвесторы, китайские, может быть, и европейские, и американские захотят быть вовлеченными в эту игру. И представьте, какое количество российских компаний будет участвовать в этих проектах. Последний год российское законодательство, регулирование позволяют это сделать. 20 программ многовалютных для российских корпоративных компаний. Ну и, возможно, уже будут в юанях инструменты на московской бирже. Может быть, вы слышали, Министерство финансов, они сказали, что рассматривают это в работе с московской биржей. Ну, если в Тайване, почему это делается, почему такие же облигации не выпускать в России, где номинированы в юанях? Ну, это может быть шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, как мы говорим в России. Еще одно, последнее наблюдение. Мы работаем, конечно, пытаемся добиться определенных результатов и добиться положительных результатов. И, конечно, то, как ты работаешь, это видно на рынке. Результат твоей работы – это капитализация. Ты видишь, на каком уровне она находится. Но это как бы новое измерение, в том смысле, что это как бы выжимка из различных мнений, которые имеют различные люди, как Тиммит я сказал. Это способ распределения экономических преимуществ, использования ресурсов экономическими агентами одной страны, без физического получения такого актива. Это все касается общих интересов. Мы посмотрим на потенциал российских рынок. Я здесь не продаю, не рекламирую российский рынок, я просто говорю об объективном. Посмотрите, сколько потенциала в нашем рынке. Посмотрите, там процентные ставки на Западе практически равняются нулю. И что есть у нас? Итак, теперь вопрос, куда двигаться дальше? От глобализации к локализации, как шутят люди, или деглобализации? Ну, скажу так. От мира общих интересов к миру, к кооперативной конкуренции. Вот скажу, что так мы движемся от одного к другому. Спасибо, Денис, за ваши взгляды по обсуждаемой теме. Ну вот, вы использовали российскую поговорку, мол, горш, да хорош. Переведем это как вот то, что невелико, то красиво. Невозможно, это можно применить и к рынкам капитала в данной ситуации. Новый свежий подход. Вы здесь говорили об очень важных вещах. Это нечто, что даже выходит за пределы темы, обсуждаемое здесь. Но, конечно, это очень важные темы, которые будут делать, я считаю, в ближайшие годы. Ограничения, которые накладывают санкциями, нечто, что становится новой нормальной ситуацией. И в этой новой мире, новой глобализации, не деглобализации, а меняющейся глобализации, более фрагментированной, не централизованной, в этой ситуации взаимные санкции и ограничения будут использоваться как инструмент для корректировки отношений между крупными странами. Да, очень интересная тема для ученых, для практиков в этой области. Ну, сейчас моя честь дать слово Синтии Ротбертс. Она является профессором Городского университета Нью-Йорка и Колумбийского университета. Она хорошо известна многим из нас. Ну, она является тоже другом Гайдаровского форума. Она большой специалист по вопросам европейской безопасности. Но также она одна из ведущих исследователей вопросов БРИКС США. И после того, что говорил Денис о рынках капитала, о новых рынках, я даю вам слово. Спасибо, Фёдор, большое спасибо. Для начала давайте вот это посмотрим. Плохо видно? Ну, ничего. Во-первых, большое спасибо организаторам Гайдаровского форума Владимир за то, что меня пригласил Робел Луис, которого я знаю многие годы. Я очень рад быть здесь и присоединяюсь к тому, что Тим сказал, мой коллега из США, о том, что надеемся, что да, мы достигли дна отношений между США и Россией и будем только подниматься. Об этом напрямую не буду говорить, а буду говорить об РИКС в основном. Спасибо, Денис, что вы здесь, что вы начали уже обсуждение, как работают финансовые рынки, что такое большая семерка и так далее. Начну. Ну, мы здесь обсуждаем великие державы. Давай поговорим об этом. В частности, буду говорить, как они используют международные организации. Ну, как вы говорите, великая держава, ну, вот когда видишь великую державу, это понятно, это велико. Или наоборот. Но я попытаюсь дать некие корректировки. Ну, для начала. Ну, вот люди обычно говорят, вот, я часто, вот, борюсь с традиционным мнением. В США это очень интересно работать по тематике РИКС, поскольку все мои коллеги говорят, это потеря времени, занимаясь европейской безопасностью. РИКС мне тогда, с другой стороны, казалось, что это очень интересно. Но есть общее мнение. В США особенно распространено, в меньшей степени в Европе. Внение такое, что это просто, ну, собрались, рекламируют себя, используются в рекламных целях Кремлем. А ничего из себя не представляют, что там очень много противоречий, никогда они не смогут сотрудничать, считают американцы. Ну, начну со следующего. В ответ на это мнение. Почему? Восприятие БРИКС в США неправильно. Почему? Поскольку это также отражает то непонимание, которое существует в США относительно того, как взаимодействуют страны БРИКС в международных организациях. И также буду говорить о том, что в США распространено мнение, не Большая семерка, не БРИКС, а они считают, что это все хаос. И Большая семерка, и двадцатая, что это ничто не работает, все эти международные формы не работают. И это не так. А в США считают, что это так. С двадцатого века, как мы поняли, все больше и больше международных организаций было сформировано. Межгосударственные некие организации, неправительственные организации. Ну, вы знаете, конечно, очень большое количество новых организаций. Но буду говорить о том, как взаимодействуют большие державы внутри таких организаций. Здесь стоит вспомнить, что великие державы взаимодействуют неким особым образом. Не то, что им не нравятся эти учреждения, организации, но они работают в них, они работают на решение проблем, стоящих перед всей планетой, они обеспечивают некую предсказуемость мировой политикой, но есть проблема. Великие державы, но они особые. У них проблема с ответственностью внутри этих организаций. Они готовы брать на себя ответственность, следовать правилам игры, принятым в международных организациях. Только, однако, только в том случае, если они в дополнение к этим формальным правилам, есть некие неформальные правила, специальные привилегии, которые позволят им обойти или даже нарушить эти правила в тех случаях, когда это оказывает влияние на их интересы. Не каждый день, но в неких особых случаях. Они хотят иметь возможность обойти эти правила. Итак, взаимодействие, их взаимодействие внутри международных организаций, взаимодействие, они формируют вот эти неформальные группировки для того, чтобы получать некие специальные привилегии внутри такой организации. Совет безопасности, да? Пять победителей мировой войны. Имеют статус постоянных членов и имеют право в это. Другие, великие державы, нет, ни Германии, ни Бонии не имеют этого права. Это одна из вещей, что делает семья. В сфере финансово-экономической, ну, чем занимается БРИКС в основном, это мы видим здесь интересную вещь. В дополнение к Большой Семерке, это то, что была группа крупнейших стран, возглавляемая, может быть, США, Гегемон, ну, и союзники США, они пытались неформальные правила некие прописать, то, что должно делаться в международных организациях, созданных Бриттон-Вудс в 44-м году, Международный валютный фонд, Всемирный банк. Изначально они работали не очень эффективно, но опять же здесь проблема с ответственностью. И США особенно попытались прописать те правила, с тем, чтобы иметь некое влияние, неформальное влияние за закрытыми дверьми, для того, чтобы координировать, определять повестку дня этих организаций. Вот так вот работают великие державы в рамках международных организаций. Что случается? Мир меняется. Медленно, но меняется. И мы видим, благодаря слайдам Дениса, мы видим огромные изменения с точки зрения распределения экономической силы. В основном, благодаря Китаю, но не только, 10 крупнейших экономик мира, включая Россию, которая восстановилась после время распада Советского Союза. Мы видим сейчас все страны Бриксов в составе 10 ведущих экономик мира. США, конечно, продолжают развиваться, но так или иначе. Это оказывает влияние на те страны, которые находятся в десятке ведущих экономик. Не знаем, как будет развиваться в будущем, в 20-е и дальше годы. Но видим, что эти страны, быстро развивающиеся экономики, Брикс, развиваются очень быстро. Поэтому, не следуя международным отношениям, естественно, ожидаешь, что вот эти поднимающиеся экономики, в особенности Китай, но Китай как бы не любит выставляться, не любит провоцировать США, не хочет выпирать, показывать себя всему миру. Нет, он хочет развиваться экономически, не хочет вести войну, несмотря на тот факт, что, конечно, сейчас это очень крупная экономическая держава, такая же мощная, как США. Но так или иначе, вы можете сформировать свою собственную, неформальную группу, как Брикс, для того, чтобы добиться того, что пытается добиться большая семерка. То есть, я вижу здесь очень похожие взаимоотношения. Хотя это не группа. И в США этого не понимают. Не та группа, которая попытается смести существующий режим. Это неправильно воспринимать. Есть такое в США. Это просто группа. Там есть членство, это разные демократические страны, не декоммунистические страны. Но так или иначе, это группа, которая пытается отстаивать свои интересы. А то, чтобы ее голос был услышан, для того, чтобы представительства существующих институтов было большим. И они недовольны, поскольку у них ощущения. Небольшая страна. Бельгия. Великая держава была до Первой мировой войны, когда, скажем, армия Бельгии была больше, чем армия США. Страны Брикс считают, что Бельгия не должна иметь больше представителей Бельгии, чем, скажем, Китай или Индия. И, конечно, это логично. Поэтому еще одна наблюдения по международным организациям. Мы знаем, как они работают. Еще одна вещь, что мы знаем о них, это то, что они меняются очень медленно, очень инерционно. Создаешь эту организацию и что-то добавить к ней очень сложно. И членство набирается сложно. Еще сложнее сократить членство. Проблемы с Советом Безопасности. И Индия, и Бразилия говорят. Что это такое? Не буду Францию использовать здесь. Почему Франция и Великобритания? У них меньше ВВП. У нас в Индии тоже ядерное оружие, есть большая экономика. Почему? У нас нет права вета в Совете Безопасности. Но поменять это сложно. И члены этой элитной группы, они формируют свой клуб. Есть некая неформальная координация. Но не Викиликс, но как или иначе, появилась информация в открытом доступе о том, что было обсуждение между США и Китаем о том, нужны ли нам новые члены, которые, может быть, будут голосовать как мы в Совете Безопасности. Проблема. Если бы заново сейчас организовывался ООН, если даже мы и решим, что Совет Безопасности необходим, да, с тем, чтобы более-менее маленький орган был какой-то, но мы будем это делать по-другому, не так, как это было сделано раньше. Ну, и организации. Бреттон-Вудс тоже самое. Еще последнее о том, что происходит в международных организациях и что делать с точки зрения реформы МВФ и Всемирного банка. Ну, Юань, да, Денис начал говорить о Юане здесь. Сейчас посмотрим, о чем мы будем здесь говорить. Не все великие державы одинаковы. Конечно, Большая Семерка из США более могущественная страна, чем другие страны-семерки. Даже все вместе более мощные. И хотя Россия инициировала эту идею Инвестиции Голдман-Секс в дипломатический клуб, и для всех тогда это был бы сюрпризом, что Китай будет расти быстрее, чем все остальные. И сейчас Китай является доминирующим членом. Не сюрприз. Экономика Китая больше, чем экономика всех остальных стран вместе взятых. Ну, 7-6% рост. У меня 7% рост каждый год. Если 7%, то Китай еще один такой же Китай создаст... Ну, то есть в два раза... А, каждые два года растет величину экономики Индии. Великобритания экономика каждый год, а Южная Африка каждые три месяца только рост Китая за три месяца равна экономике Южной Африки. Поэтому конкуренции между Китаем и других стран нет. Как в отношении США и Большой Семерка. Доминирующее положение имеет. Ну, и как они работают в рамках этих организаций. Скажу следующее здесь. В дополнение к тем неформальным контактам, закулисным контактам, о которых мы уже говорили, они также считают, что если что-то происходит не так, как они хотят, что самый могущественный член будет использовать некие внешние опции. Они смогут создать что-то еще, что-то сделать сами вне рамок данной организации. В Совете Безопасности он периодически это случается. Война против Ирака не выиграли голосование, все равно вмешались в дела Ирака. Это то, что делают доминирующие страны. И США здесь не единственная страна, конечно, которая использовала силы за пределами резолюции ООН. Организации Бреттон-Уудс США, там доминирующая страна. Они создали эти организации, прописали правила. И, как ни странно, четыре страны, которые становятся доминирующими, стали доминирующими игроками в МВФ, были исследования, текущий Джин Ча написал очень интересную статью или работу о том, как Китай очень хотел быть одним из ведущих игроков Бреттон-Уудс 44-го года. Вторая по величине делегация представляла Китай в Бреттон-Уудс. Огромная техническая группа пытались добиться высших прав голосования в этих организациях. США, мы знаем по мемуарам, по документам, которые опубликованы, мы знаем, президент Рузвелт согласил, большая четвёрка должна быть США, Великобритания, Франция и Китай четвёртый. Да, извините, США, Советский Союз, Великобритания, Советский Союз, и Китай, да, и это очень важно, потому что французы возражали, их это не устраивало. Ну, можете спросить, а как распределились там в конечном итоге? Ну, я хочу сказать, что я не знаю, кто изобрёл эту формулу для голосования и как она работает, но человек, который изобрёл эту формулу, он говорил, что поскольку Соединённые Штаты являются самым большим, самым влиятельным государством, соответственно, и формула должна быть создана таким образом. То есть, я что хочу сказать, очень интересно, что Соединённые Штаты с самого начала пытались ввести каких-то важных игроков, бывших, может быть, даже врагов, участвовать в этом. То есть, вы можете увидеть, что после Китайской революции Тайвань, Совет безопасности и затем была нормализация с Китайской Народной Республикой и также это и с Валютным фондом и Всемирным банком происходило. То есть, очень важный процесс, то есть, Соединённые Штаты, чтобы Китай был на позиции независимого члена, так сказать, в этой организации. Ну, таким образом он был введён в эти организации. И, кроме того, это также произошло и с Советским Союзом в 90-е годы. Администрация Клинтона, вы знаете, там был ещё один человек администрации, и он говорил, что вот мы дадим такое-то количество акций России. Министерство финансов, мы не знаем, как измерять российскую экономику, ну, вы знаете, какая была экономика в России. Администрация Клинтона говорит, ну, нас не волнует, мы хотим, чтобы в России была привилегированная позиция, потому что мы хотим, чтобы вот эта система Бреттон-Вудс поддерживалась таким образом. И сегодня Россия есть свое собственное привилегированное, независимое место в Международном Валютном Фонде. Кстати, у Индии такого места нет, и у многих других стран такого места нет. и ещё несколько слов. У меня есть ещё, да? Одна минута. Хорошо. Итак, БРИКС хотели... Сначала были немножко расстроены, потому что последние пять лет реформы, вы знаете, шли очень плохо. Вот, можете посмотреть на схемы, но последние реформы недостаточно быстро шли, чтобы помочь росту Китая, но последняя реформа была в 2010 году, которая предполагалась, что выведет БРИКС на новые позиции. Но понадобилось вот все эти пять лет до декабря, чтобы Конгресс одобрил эти реформы, но за это время меня не удивляет, что, конечно, БРИКСи были созданы параллельные институты, поскольку достаточно большие страны, они тоже хотели что-то сделать, и они создали новый банк, новые принципы, да? Они выдвинули новые принципы, говорили, что мы хотим, чтобы все были равны. Ну, вот сейчас новый банк, все одинаковое количество акций, но он не такой большой, но вы стрелы обожидать, что основной игрок в этом клубе, например, Китай, да, который в соответствии с декларацией о создании банка, он мог бы сказать, мы собираемся создать азиатско-американский банк, например. Но неудивительно, что Китай хочет хочет, чтобы этот банк был как всемирный банк. Кто основной акционер этого банка? Вот здесь цифры взяты из статей соглашения. Ответ, конечно, Китай. И, тем не менее, Китай, хорошая новость, это заключается в том, что эти страны хотели реально работать и есть потребность в создании такой инфраструктуры. Конечно, со временем они становятся бюрократизированы, там есть конкуренция и так далее, но, кроме того, и сотрудничество всё-таки осуществляется. Поэтому я хотел бы сказать, что не должно быть такой скрытой конфронтации, а должно быть сотрудничество. И Всемирный банк готов и идёт в Китай, чтобы помочь им, другие помогают создавать новый банк развития. То есть это не конфронтационное сотрудничество, да, это многостороннее сотрудничество, фактически, но он как бы и не является отделённым, потому что там, где не знает, заключены были дополнительные соглашения. конечно, есть и программа МВФ в отношении этого банка. То есть я не вижу деглобализации, конечно, это сложный процесс, но очень много сотрудничества между великими державами, но великие державы всегда хотели особой привилегии. И это неудивительно, это понятно. Собственно, вот всё, что я хотел сказать. Спасибо большое, Синьте, за очень интересное такое выступление. Конечно, вы совершенно правы, что основной вопрос здесь для большинства развивающихся экономик увеличить своё влияние на действующие организации, институты. Ну, как вы правильно отметили в конце презентации, что у нас не так много времени уже. С одной стороны, есть новые организации, которые возникают, и если, может быть, они не заменяют собой другие, но развиваются параллельно. В то же время, если есть несколько изменений страны, которые внутри происходят, например, вот интересный пример, как последнее решение МВФ об измене правил, в отношении некоторых стран, по политическим причинам, страны, которые поддерживают Украину, и как это отразится на будущем на валютном фонде, как на структуре, уровень поддержки, так сказать. Поэтому время не ограничено. Ну и последнее, но не менее важно, Александр Габуев из московского центра Карнеги. Что касается опыта, его работа с Россией, Китаем и США, ну вы сказали, что время ограничено, мне надо, конечно, будет очень быстро бежать после презентации, поэтому я попытаюсь очень коротко, первое, я действительно очень благодарен всем участникам, потому что они сэкономили время для меня, определили уже, что такое великие державы, поэтому я расскажу о своей личной практике, и я благодарен Тиму Колтону за это, и я думаю, что еще один момент, что касается Тима, о том, он сказал, это не только качество великих держав, но их идентичность, очень важный вопрос, и здесь больше нужно говорить о России и Китая, может быть, чем о США, но один момент, что касается всех этих характеристик, там, военная, экономическая мощь, мягкая власть и так далее, интересы за пределами границ этих государств, региональные интересы, и преференции, так сказать, в глобальном плане, вот как я определяю это, как я вижу это. Кроме того, ваше ощущение как великой державы, есть ли базовые различия между политикой и стратегией внешней политикой Китая и России, основной вопрос здесь это кто виноват и что делать, уважаешь ли ты меня, основной вопрос, то есть быть великой державой это одна из основных целей сама по себе для России, а что касается Китая, вот как Александр Горчаков сказал, это один из инструментов обеспечения внутренней повестки дня, это конечно это выживание страны, жизнь страны, то есть Китай в этом плане более прагматичный и он в основном он занимается решением внутренних проблем, доступ к ресурсам, к технологии, доступ к рынкам капитала и вопрос о безопасности, это основная разница между нашими странами, 8 моментов, это хорошая цифра для китайской культуры, еще есть цифра 168, которая также очень важна для китайской культуры, но я только на 8 стоят первое, конечно есть асимметрия во взаимоотношениях, это не только асимметрия в отношении того, кто является большим братом, я пытаюсь посчитать, сколько раз российские официальные лица, кстати, очень было интересное интересы по России и Китаю в прошлом году, когда российские представители говорили, мы не являемся младшими партнерами, люди так часто это повторяли, что это было как-то подозрительно, но я думаю, что в российском сознании русские говорят, мы старшая сестра, старшая братья, но поэтому в этом отношении Китай должен уважать старшего брата, но я думаю, что с этой точки зрения может быть здесь есть некоторое непонимание, если бы Китай в 78 году не можем иметь равные отношения с Соединёнными Штатами, ведь это такая большая страна, они такая мощная, они не будут нас уважать, они бы тогда не были бы сегодня там, где они не развивались бы так, они более прагматично к этому подходили, и да, Соединённые Штаты, конечно, богатая страна, пусть они становятся ещё богаче, но я хочу сказать, что асимметрия всегда присутствовала, Россия нужна меньше Китаю, чем Китай России, Китай первый торговый партнёр для России, а Россия после девальвации изменений на рынке может быть во втором дюжине так сказать партнёров по важности для Китая. Первое, что нужно Китаю от России, прежде всего безопасность, конечно, если поговорить о стратегическом мышлении Китая, о том, что люди говорят частным образом, то вот как насчёт того, чтобы была какая-нибудь нейтральная страна, например, на северной границе. Второе, сырьё. Сырьё сейчас дешёвое, можно где угодно купить. Россия достаточно глупо настаивала на этих газовых поставках и достаточно поздно к этому пришли. Конечно, многие инициативы, которыми присоединилась Россия, дипломатические решения. Кто самый громкий член в Совете Безопасности? Россия. Громче всех высказывается в Совете Безопасности ООН. Китай часто воздерживается, иногда вместе с Россией выступает, но они не такие блестящие дипломаты в лингвистическом плане, как Виталий Чуркин. Они могут чего-то поддержать, там иногда поддерживают по Сирии что-то. Китай говорит, ну да, мы либо мы воздерживаем, либо мы поддерживаем российских коллег. Что касается экономических взаимоотношений, экономических дел, взаимоотношений, я думаю, что геополитические, чтобы создать такой полюс или создать многополярный мир, более конструктивную международную систему, я думаю, что вот это один из основных важнейших элементов этих отношений. Многие российские эксперты говорят, многие китайские эксперты говорят, что мы видим российскую мотивацию здесь. Но здесь хотел сказать, что объединяет страны. Первое, это взаимодополняющая экономическая структура. Андрей говорил, что у нас очень ужасная торговая структура. Если посмотреть торговую структуру с Европой, она также ужасно выглядит. Но более-менее то же самое, аналогично, но просто интересно, вот несколько недель тому назад, несмотря на некоторые отклонения. Все равно это, опять же, сырье в обмен на технологии и необходимые товары. Необходимые товары. Но это отражает структуру российской экономики фактически. Если не важно, направлено в Азию или в Европу, но это взаимодополняющие. Действительно, я думаю, что китайский бизнес может заработать довольно много, используя эту модель взаимодополнения. Второй момент, который сближает нас, это не западный, можно сказать, авторитарный или управляемый демократией, или еще как-то называются, но политическая система такого рода. Вот в этом отношении страны близки. доступ к определенным сайтам интернета, у нас многие вещи похожи, если посмотреть. Поэтому есть такие важные общие моменты. Третий момент, как мы можем описать наши взаимоотношения. Мы сравним с официальной риторикой, все говорят, все отлично, Китай это первый партнер для Газпрома, это будет основной рынок через несколько лет и так далее. Но давайте посмотрим трезво, что происходит. Если сравнивать с реальностью в наших отношениях, скажем, три года назад до Украины или до глобального кризиса, я думаю, что мы совершенно другой были позиции. Несколько примеров только приведу. Китай, скажем, высокоскоростной дорог, которую Китай строит между Казанью, Москвой и Китаем. Я не знаю, прежде чем смотреть на это, надо посмотреть, какова реальная стоимость строительства этого. Это ужасно. Я думаю, что, мне кажется, Игорь Шувалов говорил уже об этом. То есть, поэтому, прежде чем инвестировать, надо посмотреть инфраструктуру, технологию, сколько на это вкладывать. Конечно, не из-за Украины, но после украинских событий мы понимаем, что если Китай сможет создать более дешевую инфраструктуру, хорошо, нам нужна инфраструктура. Но я думаю, что у нас немножко разные сейчас позиции с точки зрения цифр, количества, объемов, но мы можем, конечно, изменить этот подход, продвигаясь вперед. Четвертый момент, что происходит с экономическими отношениями. Значит, мы видели цифры, физические объемы растут, деньги в денежном отношении снижение на 30%, может быть, по-моему, такие данные статистические у нас сейчас в результате девальвации. Но я не думаю, что это можно объяснить с более сложными условиями. Цены на товары различные, я не знаю, сколько сейчас стоит газовая сделка, я не знаю, одна десятая или сколько там, 400 миллиардов или так далее. Санкции, санкции тоже очень важные люди. Очень многие сейчас говорят о санкциях, говорят о банках, о том, как растет розничный рынок в Соединенных Штатах, в других странах, это процесс интернационализации. Но я думаю, что Газпромбанк очень хорошо поработал в смысле установления более тесных контактов с Азией, вообще с азиатскими странами. Но сделки в основном происходит между China Development Bank и Exim Bank, это специальные финансовые инструменты, организации, которые не являются частью глобальной финансовой системы. Что касается политического сближения, оно ограничено некоторыми сферами, например, продажей оружия. Ну, вы знаете, да, это происходит, потому что возможно, Россия произвела переоценку развития военно-промышленного комплекса, и, скажем, если 5, 10, 15 лет назад была великая возможность, но сейчас Китаю уже не нужно такое количество оружия, ну, что касается Дальнего Востока, внедрения китайцев там и так далее, ну, я думаю, что здесь мы уже по-другому тоже оцениваем также эту ситуацию, но вообще в некоторых случаях, например, Тайвань, там, где действительно вопрос сложный, который влияет на военное соотношение сил, на различные альянсы, может быть вопрос торговли оружием важный. Средняя Азия, я думаю, здесь, что здесь есть естественное разделение труда, вопрос, Россия, Китай, с одной стороны большой, так сказать, денежный мешок, Россия, их большой игрок, там тоже здесь может быть какой-то экономический союз там произойдет, многое зависит от развития взаимоотношений двусторонних там, но мы посмотрим, но я думаю, что растущий национализм, антиамериканизм, движение в сторону суверенности, также здесь очень важный этот элемент, я думаю, что российское руководство всегда немножко подозрительно относилось к американским намерениям, и китайское руководство тоже, возможно, так сказать, более подозрительно относится к намерению американского, но есть определенные ограничения, никаких военных альянсов, союзов не будет между Китаем и Россией, и все руководства наши это прекрасно видят, статья пятая, в ситуации с Крымом, например, если вы возьмете, или со ситуацией в Вижне-Китайском море, все говорят, все говорят, это не война, второй момент, если посмотреть политику признания, Китай не признала Абхазию и другие государства, но я хочу, думаю, не думаю, что Россия хочет создать такой антизападный пул, такой вместе с Россией, и здесь, что касается, там была статья Foreign Affairs, в которой вы можете посмотреть, что здесь четкий есть сигнал, что они не собираются создавать таких военных союзов, что касается БРИКС, я полностью согласен Синти, 8, А что нужно сделать, чтобы развивать эти отношения? Первое, мы должны понять, что санкции на Западе, западные санкции это часть тех ограничений, которые сдерживают рост рынка капиталов, то есть санкции по Крыму и так далее, вы знаете, что касается отраслевых санкций, это здесь часть, так сказать, российских контрмер, я думаю, что в этом направлении они играют важную роль. Структурные реформы необходимо проводить, чтобы сделать экономику более привлекательной, я думаю, что мы это обсуждаем на Гайдаровском форуме с самого начала, и все экономические форумы вообще в России обсуждают это, и мы должны двигаться в этом направлении, структурные реформы. Спасибо. Спасибо большое. Восемь важных моментов действительно по теме нашего обсуждения, я думаю, что нам мы практически обсудили все темы, все проблемы касающиеся этого треугольника России, Китая, США, так что и все обстоятельства окружающие этот треугольник, но у нас есть еще 20 минут. Поэтому дают возможность всем присутствующим здесь, если вы хотите задать вопросы, можно задать вопросы участникам дискуссии, или если хотите поделиться своим комментарием, пожалуйста. Меня зовут Роберт Льюис, Ринкес, хочу поблагодарить участников в дискуссии за очень полное обсуждение и оценку соответствующих вопросов. Но, может быть, и не совсем полно. Федор напомнил нам о Венском Конгрессе 19 века, но мы до сих пор смотрим на эти вещи великие державы с тех же подходов 19 века. Поэтому вопрос с участником дискуссии великие державы, какую направляющую роль они будут играть в будущем, в частности, последующим вопросом. Это некие вопросы, которые у нас в Ринкес, мы обсуждаем, у нас соответствующие студенты здесь присутствуют, они касаются будущего, то, как будет выглядеть мир в 30-м, 40-м, 50-м году. И многие нам говорят, футурологи, скажем так, если вы признаете этот термин, говорят, что к 50-м году самыми острыми вопросами будут те, которые сейчас едва замечаются, они сейчас упрощаются чрезвычайным образом. Потенциальный глобальный недостаток воды, один из этих вопросов, еды и воздуха. Поэтому вопрос такой, обращаясь в взгляд в будущее, какие потенциально совместные роли, ведущие роли великие державы могут играть в решении в определении новых форм действий для решения вот этих совершенно новых проблем, которые венские конгрессы вообще этим не занимались, там было время ресурсов, которые полностью абсолютно не ограничены. То есть вопрос устойчивого развития и какую роль могут играть великие державы в решении этих вопросов. Донат Рамшольд вроде сказал, да, известные, неизвестные, неизвестные, неизвестные и так далее, то, что нам предстоит. Сергей Рябков, Министерство иностранных дел, пожалуйста. Спасибо, господин председатель. Но у меня не было намерения выступать и участвовать в этой дискуссии. Хотел просто послушать, не говорить. Хотел впитать эту информацию и, собственно, очень интересно, очень высокое качество обсуждения. Широкий аспект различных подходов здесь обсуждался. Ну, и вот творчески очень здесь к этим вопросам относитесь. но я практик, поэтому я как бы избегаю далеко идущих выводов. Александр Габуев здесь. Я хочу продолжить его линию. Шутки по поводу наших вопросов российских. Кто виноват? Что делать? Уважаешь ли ты меня? Еще один российский вопрос. И еще добавим к тому, что говорилось в интернете. Можно найти рисунки известных политических фигур России. Стоят на стадионе и говорят кому-то там кто вы, зачем вы здесь, мы вас не приглашали. Это очень упрощенная форма перевода, очень центральной мысли, суверенитета. Таким образом, это ключ самоидентификации России как великой державой. Я считаю, что Россия великая держава. Я считаю, что все это признают, по крайней мере, присутствующие в этой комнате для любого российского гражданина. Это очевидно. Но что нужно сделать для того, чтобы сохранить этот статус, укрепить этот статус? Вот практически действия по интуиции здесь можно сказать, как это чувство понятия суверенитета, самоуважения, как это все можно трансформировать в нечто позитивное, конструктивное, глобализированном, глобализированном, все время меняющемся мире, со всеми недостатками, которые имеют мировые финансовые рынки, которые прекрасны. Вы обсуждали здесь выступающие. Еще хочу отметить следующее, прежде чем задать вопросы. Я верю в школу Горчакова дипломатии. Нет секрета, что нас учили, как дипломатов нас обучают, особенно последние десятилетия, таким образом, что считается, что Горчаков это пример того, как можно сделать в очень сложной ситуации для страны, используя профессионализм, или даже так можно, наверное, сказать, используя чисто искусство дипломатии, чего можно добиться в столь сложной ситуации. В этом отношении наши дипломатии, международные дела делают не так, как это говорится в марксизме и ленинизме, что необходима материальная база политики. То есть без базы можно действовать. Вот используя некие головки, тактику, и мы видим, что без материальной базы удается последний год добиваться результата. Да, мы несовершенны, мы сами себя критикуем. Есть, конечно, возможности для совершенствования. Мы, конечно, и сами себя критикуем, и готовы выслушивать критику, другие мнения, подсказки о том, как нам лучше действовать в сфере международных дел. Но успехи есть. Дальше. То, что сказал профессор Колтон, когда он говорил о кандидатах президента США, мне было интересно услышать, что некоторые из этих кандидатов потенциально уже готовы пересмотреть политику США в отношении России. Если это так, мы это будем только приветствовать. Хотя, я рассматриваю текущий этап, если не цуксванг, то, по крайней мере, выбор между плохим и очень плохим нынешнюю ситуацию и так оценив. У нас есть некий политический календарь, который как бы не дает возможность для улучшения отношений только из-за того, что после того, как пройдет инаугурация нового президента в США, будет годовой период пересмотра политики, и после этого уже ключевой год, 2018 год, это ключевой год для нашего собственного политического календаря. Это все ограничения, как я вижу. Не даст возможности США сделать какие-то серьезные политические решения, какие-то изменения политики США в одной сейне России. Вот эти два года, предстоящие годы, это годы неопределенности. Как мы пройдем эти годы, это большой вопрос. Я лично уверен, что единственная формула, которая может использоваться здесь, единственный рецепт, который можно использовать в этой ситуации, это давайте, по крайней мере, попробуем. Может быть, не ставить перед себя большой цели, но давайте попытаемся добиться чего-то. Надо избегать каких-то серьезных политических высказываний, будь то положительные или отрицательные. Давайте практически относиться к этим вопросам. Давайте искать позитивную повестку дня. Может быть, не обширную повестку дня с небольшим количеством вопросов, но такую повестку дня, которая будет хорошо пониматься в обеих столицах, и для того, чтобы в обеих этих местах, в этих городах было желание поддерживать решение этих вопросов активным образом, конструктивным образом. Как это нам сделано по вопросу Ирана, как мы пытаемся сейчас по Сирии, уже в дополнение к тем работам, которые проводились для уничтожения химового оружия в Сирии. Еще последнее, прежде чем я вопрос задал. Извиняюсь, господин председатель, за то, что так много времени вашего занимает. Удивлен. Никто не упомянул вопросы разоружения за эти два часа обсуждения. Я раньше нес прямую ответственность за эти вопросы в Министерстве иностранных дел в США. Что это значит? Это значит, что эти вопросы абсолютно не имеют никакого значения. Надеюсь, что это не так. Но после переходного периода, надеюсь, эти вопросы будут стоять и будут актуальны. Ну, вопросы теперь такие. Первое. Пересмотр политики США. Как вы думаете, в какой конкретной ситуации? Здесь я не беру российский фактор, как такова. Не буду характеризовать с точки зрения России. Вопрос такой. Методология, используемая в США. Как вы считаете переосмысление политики? Как его описать? Как маятник? политический реализм или экстремизм? Реализм или экстремизм? Есть ли какие-то причины считать, что в какой-то момент времени политики в США попытаются взглянуть на эти все вопросы с другой точки зрения, на Россию с другой точки зрения? И поймет ли США, что ни один из этих экстремальных подходов не применим, если необходимо добиться позитивных изменений в отношениях с Россией? И второй. Участники дискуссии. Как вы считаете, есть ли реальный риск крупного конфликта между США и Россией в ближайшем будущем? из каких-либо причин? Из-за ситуации кризиса и неправильных действий в кризисе, каких-то происшествий и недопонимания друг друга? Вот вопрос такой. Спасибо. Спасибо. Сергей Лепков затронул очень-очень важный вопрос, который, конечно, обсуждать мы сейчас детально не можем, времени нет, но я думаю, что все мы понимаем и признаем успехи российской дипломатии в последние годы. Безусловно, даже те, кто ненавидит российскую и неудовственную политику, признают это. Но вопрос такой. Профессиональные навыки дипломатии достаточно ли, если они отделены от материальной базы. Но если вернуться к метафоре Андрея Кртунова, не можем ли мы здесь создать пузырь, если мы используем только эти навыки без материальной экономической основы. вопросов. Ну, так или иначе, у нас 10 минут осталось. Больше вопросов, пожалуйста, давайте не будем задавать, потому что надо ответить на уже заданные вопросы. Ну, очень короткие, пожалуйста, если вы хотите. Спасибо. У меня вопрос господину Сунь-Дже. Постараюсь один задать, хотел два. Давайте один лучше. Сегодня говорят постоянно о заключении Атлантического договора между США и Евросоюзом. Одновременно Китай заявляет о строительстве Великого Шелкового пути 21 века. Значит, всего три маршрута, два сухопутных, минуя Россию, и один морской через Суэцкий Совсем недавно Россия начала контролировать базу в Латакии в Сирии. Что такое база? Это морской порт, который в принципе может контролировать вот этот китайский шелковый путь 21 века морской. И недавно совсем Далай-Илама высказался неоднозначно, в том числе Папа Римский высказался неоднозначно по событиям, которые происходят сегодня в Сирии. Как вы думаете, база в Латакии, которая контролируется Россией, будет прикрывать, защищать этот морской шелковый путь 21 века Китая, либо она будет его закрывать? И в случае, если это будет закрытие этого пути, не воспользуется ли Китай своей военно-морской базой на островах Спратли, через которые проходят грузы на 5 триллионов долларов в год? Спасибо. Сейчас переведем для китайского участия, все остальные слышали перевод. Ответы за вопросы заданы, сейчас ответы. Я считаю, что одно из последствий падения цен на энергоносители это восприятие того, что ресурсы не проблема, и управление ресурсами на глобальном уровне это не сложная проблема. Это неправильное восприятие, как я считаю, которое создаёт большое количество проблем. если взять основные ресурсы, не только энергоносители, но, как вы сказали, свежая вода, еда, я бы сказал, информационные ресурсы, и человеческие ресурсы, тоже бы сюда добавил. это всадники апокалипсиса. Мы уже видим, они приближаются. И восприятие сейчас при этом доминирующее о том, что глобальный рынок решит все эти вопросы, как решила проблему цен на нефть. Но вопрос, я считаю, в другом. Можем ли мы совместно создать систему управления глобальных ресурсов без какого-либо крупного системного кризиса? Можно ли это сделать? То есть сколько мы заплатим за этот переход к этой новой системе? Сколько придется пожертвовать? Первый признак того, что случится через 20-30 это кризис миграции в Европе. Подвергает под сомнением многие вещи будущего европейского проекта, региональной безопасности и так далее. не надо быть ядерным физиком для того, чтобы понять, что эти вещи случатся, если мы ничего не будем делать. А мы будем что-то делать совместно, только если у нас есть консенсус между великими державами, а его нет. В результате ситуации так столь опасно. Большое спасибо. Только что мне перевели этот вопрос ваш. Попробую ответить. В моем понимании использование силы России в Сирии создало очень положительный образ для России в Китае. С 89-го года, когда Россия вывела войска из Афганистана, Россия больше не выступала в таком качестве за рубежом. поэтому сейчас показав силу, вы заработали авторитет. Это первое, что хочу сказать в ответ на ваш вопрос. Это позитивно воспринимается в Китае. Второе, сейчас у нас нет какого-то конкретного проекта, как вы сказали, для того, чтобы использовать военные силы в МВФ активным образом бороться с Россией. Наши вооруженные силы очень имеют хорошие взаимоотношения, рабочие взаимоотношения, и считаю, что политически у нас ситуация такова. Ну и дальше, философия военная китайская, если вас интересует, рекомендую вам прочитать. бывший министр обороты Китая, там у него статья или какая-то другая работа, где он рассказывает о том, какая у нас стратегия в области обороны и так далее, и как это взаимодействует с различными другими гуманитарными вопросами. И сейчас текущие военные руководители обсуждают, объясняют, почему мы повышаем военный бюджет. Я лично против этого, поскольку ну огромный уже, где-то 11% ВВП и растет. Я бы больше тратил на образование, скажем. Я философски отношусь к этому так. А если у нас рост ВВП 7%, то мы должны ограничивать военный бюджет 7%. Поэтому я как бы имею разногласия с нашими военными отношениями. Но там было сокращение вооруженных сил на 300 тысяч по решению руководства Китая. Поэтому в обеи стороны тут идет процесс. Но так или иначе военные Россия и Китай сотрудничают и должны сотрудничать. И при этом я не имею здесь в виду, что мы должны объединяться, бороться с США. Нет, мы можем решать какие-то другие задачи, вопросы глобальной безопасности и так далее и тому подобное. Ну и всегда буду приветствовать его улучшение отношений, в том числе с США. Пожалуйста, можете дать ответ на вопрос, который Сергей задал? Да, конечно. Но помню всегда, что касается отношений между странами и сейчас в ноябре прошлого года в Вашингтоне говорилось о том, что возможно, так сказать, действительно следует двигаться в сторону перезагрузки отношений и в этом отношении некоторые кандидаты также более такую передовую позицию принимали в отношении Райджа. Но я думаю, что касается интересного момента сейчас, что целый ряд этих кандидатов, три из четверых фактически, они считают, что не считают, что здесь так уж невозможно ничего сделать. И Клинтон немножко отличается ее мнение от этого. Но что касается реформы вообще внешней политики, в этом отношении здесь могут быть, конечно, большие изменения. Что касается некоторых моментов, которые касаются опасности, вот там были вопросы, касающиеся опасного развития отношений. Вот я думаю, что в отношении Сирии это, с одной стороны, это как бы вселяют надежду, а с другой стороны, последние месяцы, то, что мы наблюдали, вообще, там был вопрос о химическом оружии в 2013 году, и разворачивание систем С-400, введение введения бесполетной зоны, которая Соединёнными Штатами. Еще раньше, хоть и предвыборной кампании, там говорилось, даже Хилари Клинтон, кстати, говорила, что если вот эта зона бесполетная будет введена и для того, чтобы сохранить жизни людей, мы все равно должны каким-то образом сотрудничать с Россией. Ну, вот в этом плане, может быть, тем отличается ситуация, но здесь, в этом плане, здесь, знаете, вопросы контроля над воздушным пространством и вот то, что случилось в Турции, например, здесь, конечно, тоже эмоции очень сильные были. Что касается вопроса возможности, так сказать, развития дальнейших отношений между великими державами и будущим, здесь очень интересно. Один из каналов российских, он говорил с точки зрения, как развивается производство питьевых напитков по сравнению с ценами на нефть и как мы фактически там говорилось о том, что если рассматривать в баррелях, то в два раза больше производится питьевой воды в мире, чем нефть, ну, если сравнивать по баррелям. Но я хотел бы сказать, что чтобы сделать что-то действительно полезное для людей в мире и вообще с точки зрения структуры вообще будущего, ну, я, так сказать, в плане нашего обсуждения сегодня мы должны тоже вот скорее больше обращать внимание на такие товары, как питьевая вода, например, которые нужны всем людям. И что касается нашего обсуждения сегодня, то если сравнивать мировые державы и производство воды, то здесь мы видим, что гораздо более серьезные вопросы возникают, более серьезные проблемы, чем большая семерка, восьмерка, или двадцатка с точки зрения того, что нужно кормить население. Что касается России, Китая, то здесь вопросы количества возделываемой земли, территорий также очень важны. Поэтому я предлагаю, что мы должны рассматривать эти вопросы с точки зрения измеряемости, с точки зрения технологий, которые позволят нам и пользоваться всем этим, нашей промышленности, нашей экономики. Что касается вашего вопроса, Сергей Алексеевич, ваш вопрос, то что касается моей позиции, я 10 лет провел в культуре Barclays Capital на рынках капитала, и я думаю, что конечно сложно перевести с английского на русский, называется напряженность ценовая, да, обычно ну обычно переводится как напряженность и цена, но это не одно и то же. Фактически это то, что когда какая-то транзакция, например, осуществляется, то у вас есть несколько минут только чтобы принять решение, вы анализируете цену, вы понимаете, вы знаете, есть такой вопрос как синдицирование рисков на рынках капиталов, и к сожалению, вот я хочу сказать, что я знаю, что Россия предпринимала дипломатические усилия в этом отношении, и которые отражают концепцию рыночной экономики, но фактически это игра, которая ведется в реальном времени, то есть синдицирование рисков, то есть с этой точки зрения, с точки зрения рынков капитала, когда вы оцениваете цену, анализируете цену, то в какие-то минуты, то это важнейшее решение для сотен инвесторов, и когда вы заключаете сделку, это отражается на всех них, поэтому если вы уйдете куда-то в сторону, не будет вообще сделки, понимаете, здесь конечно могут быть переговоры и так далее, но что касается Соединенных Штатов, их определением рынка, или в ЕС, скажем, или где-то большинство решений, которые принимаются, они принимаются при помощи переговоров, в основном по поводу кредитов, а в Штатах в основном это касается рисков, очень быстрое решение, синдикация, синдицирование рисков, то есть мы должны каждый раз действовать как бы одномоментно, очень быстро принимать решения, вот логика какая здесь подразумевается, конечно, и да, мы находимся на территории вот этой ценовой напряженности, и я думаю, что мы с этим справимся, но это вот такой вызов стоит перед нами. Ну это тоже по-русски очень звучит, да? Но не от слова торопиться, не от слова раш английского. Итак, я я оптимистка, что касается вопроса, Робина, я верю в технологии, в инновации, я верю, что у нас есть человеческий капитал, возможность, чтобы найти эти решения, но что меня больше всего беспокоит, это то, что вопрос Сергея Алексеевича, политика, внешняя политика, цена ошибки политики, но я хотел бы сказать, конечно, очень просто провести какую-то транзакцию, сделку, такой вот подход выработать, но что касается политики Соединенных Штатов и взгляда на эту политику, я думаю, что сегодня это, так сказать, политика очень, как бы сказать, ястребиная, то есть очень быстро там действительно принимаются решения и любые кандидаты, если они примут неправильные решения, естественно, может быть дефолт, да, и может произойти, так сказать, непоправимое, поэтому действительно нужно очень тщательно соизмерять свои решения, которые применяются и что касается российской внешней политики, я думаю, что здесь правильные решения, они принесут пользу российской внешней политики прежде всего отношений с Соединёнными Штатами, а риски, что хотел сказать, риски, вот раньше я занималась конфликтами и я думаю, что вот эти переговоры вернутся, у нас очень хорошая история отношений как с Китаем, так и с Россией и в то время, когда Соединённые Штаты и Пентагон думают, что Россия может употребить вероятность, есть вероятность употребления ядерного оружия, это действительно шокирующе, так сказать, может быть, конечно, для нас, но надо сказать, что я действительно думаю, что мы должны предпринять больше позитивных шагов и мы должны понять и найти способ, как сотрудничать друг с другом будущем. Спасибо большое. Я хотел бы в заключении сказать от себя по поводу этого обсуждения, что здесь есть два основных вопроса, которые мы должны обратить внимание для того, чтобы поддерживать сбалансированные отношения между великими державами. Это, прежде всего, экономика в целом и контроль вооружения. Сергей Алексеевич, это два важных момента. Спасибо большое за Ваше терпение. и мы два с половиной часа. Было это круглый стол. Я думаю, что он был всем очень интересен. Спасибо большое всем участникам.